Вопрос. Несмотря на то, что Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, лучший из пророков, он не был вознесен на небеса вместо Иисы, почему именно Ииса, в отличие от других пророков, был вознесен на небеса? Ответ. Хвала Аллаху. Воистину Всевышний Аллах объял все сущие милостью и знанием и охватил все сущие силой. Хвала ему, обладателю наивысшей мудрости, воли, силы и всеобъемлющим могуществом, который по своему желанию избрал из людей пророков и посланников, увещевающих и предостерегающих, и возвысил одних над другими и наделил по своему желанию и милости каждого из них достоинствами. Он выделил Ибрагима и Мухаммада, да благословит их Аллах и приветствует, тем, что сделал их возлюбленными своими рабами. И каждого пророка он по своему желанию наделил такими знамениями и чудесами, которые были бы подходящими к тому времени и которые они использовали в качестве доказательства своей правдивости для своего народа по мудрости Всевышнего и его справедливости. Воистину, ничто не может отвратить решение Аллаха, он могущественный, мудрый, милостивый и всеведущий. Каждая отдельная особенность или достоинство не является причиной превосходства. И то, что Аиса живым был вознесен на небеса, свершилось по предопределению Аллаха и в соответствии с его желанием и мудростью, а не потому, что он являлся лучшим из своих братьев-посланников, таких как Ибрагим, Мухаммад, Муса, Нух, алейхимус саляту вассалям. Ведь они были наделены достоинствами и знамениями, которые указывают на их превосходство над ним. Таким образом, все свершилось по велению Аллаха, и он вершит то, что пожелает. Его не спрашивают о его деяниях, так как он совершенен знанием и мудростью. К тому же, этот вопрос не связан с свершением деяний или вероубеждением. И, возможно, этот вопрос привел в замешательство того, кто стал размышлять об этом так много, что его охватили сомнения. Верующий должен предаться воле Аллаха в том, что касается деяний Аллаха, и прилагать все усилия в делах людских, в вероубеждении и в своих деяниях. Таков был путь пророков и посланников, путь праведных халифов и предшественников, идущих прямым путем. Просим Аллаха о помощи, и да благословит Аллах и приветствует пророка нашего Мухаммада, его род и всех его сподвижников. Шейх Абдул-Азизи بن Баз, Шейх Абдул-Разаق Афифи, Шейх Абдуллахи بن Гудаян, Шейх Абдуллахи بن Ку'уд. Аллаху въедамалудши.